Привет еще раз. Меня зовут Владимир Пантасенко, я занимаюсь фронтенд-разработкой, и сегодня я хочу затронуть тему тестирования React-приложений и ответить на вопрос, почему нам необходимо тестировать, собственно, и как это делать. Вот. Маленькая agenda на сегодня. Мы посмотрим на то, почему, собственно, мы должны беспокоиться о тестировании нашего приложения. Посмотрим на доступные нам инструменты, рассмотрим определенные use-кейсы, которые я нашел интересными, и также посмотрим на все прочие, скажем, tips, которые я нашел полезными. И в конце будет маленький бонус. Но перед тем, как мы начнем с вопроса, почему, я бы хотел рассказать немножко и вообще затронуть такую штуку, как testing pyramid. Почему? Потому что в целом, когда мы подходим к вопросу тестирования приложения, мы должны понимать, что мы должны тестировать и что мы хотим получить от этого тестирования. И по классике, в принципе, тестирование мы делим на таких вот три части, такую вот пирамиду. В основе своей лежат юнит-тесты. Дальше все меньшая часть, это припадает на integration-тесты, и самое последнее, это end-to-end, либо UI-тесты. Что стоит сказать? То, что end-to-end-тесты, они без сомнения позволяют нам определить и выявить дефекты с точки зрения пользователя. То есть мы сможем определить дефекты, которые найдет пользователь, непосредственно работая с системой. Далее, integration-тесты, это уже тесты, которые будут непосредственно тестировать коммуникацию отдельных модулей, либо сервисов системы. И в самом начале, это юнит-тесты, это как раз самые минимальные, самые атомарные тесты непосредственно наших юнитов. Большинством юнитов можно считать это либо класс, если это объектно-ориентированное программирование, это класс, либо метод. И большинство это функция, если мы говорим более абстрактно, более глобально. Что еще стоит отметить, это то, что меньше всего эфортов и быстрее всего нам приносят юнит-тесты. Полностью диаметрально противоположная ситуация у нас начиная от интегрэйшн, заканчивая UI-тестами. И если мы подумаем над тем, какой бы идеальный был фидбэк от наших тестов, то есть, что бы мы хотели в идеале получить от наших тестов, это было бы следующее. Это должен быть быстрый фидбэк. То есть, мы хотим видеть проблему и знать о ней как можно быстрее. Мы хотим, чтобы наш тест был надежный. И в то же время мы хотим понимать, что если у нас есть какая-то проблема, то мы должны видеть место, в котором эта проблема произошла. Исходя из этих критериев, мы посмотрим все-таки, мы остановимся на юни-тестах в рамках этого доклада. И, собственно, почему именно юни-тесты? В первую очередь, они нам, без сомнения, позволяют следить и улучшать качество кода. Во-вторых, они предоставляют нам больше уверенности при изменении нашего кода, будь то добавление новой фичи, обновление существующего функционала, либо рефакторинг. Кроме того, юни-тесты позволяют улучшать и, собственно, дизайн нашего приложения и находить более оптимальные, более правильные поти к структуре приложения в целом. Собственно, юни-тесты позволяют упростить процесс дебайгинга, потому что в идеале весь наш дебаг процесс, он переходит на, вложится, собственно, на юни-тестирование. И, как ни странно, юни-тесты при правильном подходе, они позволяют нам определять, скажем, документацию для фич, которые они тестируют. Вот. Собственно, юни-тест. В каких случаях мы считаем, что юни-тест достаточно хороший? Тогда, когда он, очевидно, позволяет нам избежать багов. Почему я это упомянул? Потому что натыкался на ситуации, когда юни-тесты могут быть написаны, вроде бы фича может быть покрыта тестом, но, тем не менее, если мы что-либо изменим или, допустим, ошибку и создадим какой-то какой-то потенциальный баг, то тест может это пропустить. Хороший тест срабатывает быстро. То есть представим, что у нас очень много функций, очень много юнитов, очень много модулей и мы заинтересованы в том, чтобы все это протестировалось быстро и моментально. Мы получали максимально быстрый фидбэк о том, что у нас все хорошо либо что все плохо. Тест должен быть понятный. Мы должны понимать, что мы тестируем, что эта фича должна получить как input, что она должна отдать как output. И тест должен быть независимым либо изолированным. Опять-таки, если у нас во время прохождения теста мы получаем информацию о том, что что-то сломано, мы должны четко понимать, что конкретно сломано. Об этом будет еще чуть позже. дальше. Тузы. Первое очевидное джест. Собственно, джест это тест фреймворк, написанный, ну, написанный используется компанией фейсбук и не только, и что хорошо, и, собственно, почему джест. Он очень успешно себя зарекомендовал как тест платформа целая для приложений, написанных как фейсбуком, так и комьюнити в целом. И, в принципе, он уже достаточно уверенно себя чувствует на рынке, так скажем, и велика вероятность того, что если вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, то с этой проблемой уже кто-то столкнулся до вас. джест создан с performance in mind. Это имеется в виду то, что он работает супербыстро за счет того, что каждый тест работает в независимом воркере и эти воркеры запускаются параллельно. Кроме того, это позволяет нам не заботиться о том и не переживать о том, что один тест повлияет на другой, так как они все запускаются независимо и в изоляции друг от друга. Это полноценный фреймворк, который включает как тест-ранер, так и мокинг-библиотеку очень мощную. Включает уже систему assertion. Дополнительно буквально одной командой мы можем запустить тест-каверидж и прочие вещи. И практически полное либо минимальное присутствие конфигурации. Кроме того, у него достаточно хорошая документация, плюс очень развивающийся комьюнити до сих пор. Кроме жеста мы также посмотрим на enzyme. Enzyme это утилита, которую можно рассматривать по сути как обертку над React тест-утилс, которая позволяет нам тестировать наш React элемент, то есть собственно разметку, которую мы рендерим в наших компонентах. И почему все-таки enzyme? Потому SHA в отличие от даже React тест-утилс, который у него под капотом используется API очень простой и очень интуитивный и он в большинстве своем немножко напоминает jQuery API. Как я уже сказал, он использует React тест-утилс. Кроме того, официально рекомендуется для использования разработчиками React и как и у джестов у него достаточно хорошая документация и все легко находится, все легко разбирается. Собственно, перед тем, как приступить к примерам кода и не только, что нам стоит ожидать от нашего теста? В данном случае юнит теста. В первую очередь, он должен покрывать тестом, то есть мы должны тестировать рендер логику. Мы должны воспринимать каждую компоненту как некий blackbox и все, на что мы можем рассчитывать это полагаться на input и output. Output это по сути будет наш JSX, наш React элемент и input это будут props либо контекст. Следующее. мы не должны обращать внимание, скажем, мы не должны тестировать lifecycle методы, потому что и это касается не только lifecycle методов, это касается всех прочих API, которые предоставляются библиотеками, потому что в случае с React, например, lifecycle методами, React уже ответственен за то, чтобы эти lifecycle методы выполнялись в тот или иной момент. Как я уже сказал, никакого interaction с внешним миром быть не должно, мы должны каждый компонент тестировать как отдельный юнит и не зависеть от тех или иных side эффектов. Ну и последнее это то, что мы должны стараться сделать тест максимально маленьким и максимально изолированным насколько это возможно. Итак, по поводу юз кейсов. Асинхронный код. Наверное, чуть ли не первое, с чем каждый разработчик сталкивается используя React приложение, это предположим, у нас есть компонента галерея картинок, которая рендерит картинки, но перед тем, как их рендерить, в компонент дидмаунт мы должны загрузить коллекцию картинок. И тут у нас стоит проблема в том, что эта загрузка у нас мы получаем картинки извне, из какого-то внешнего сервиса, к примеру. метод Fetch Images он находится у нас в Images сервисе. Предположим, он так выглядит. Это непосредственно сервис, который мы используем для получения картинок. И в Unitex подходе мы должны избежать ситуации вызова настоящего сервиса, потому что если у нас будет вызываться сотни тысяч тестов на каждое изменение файлов, то это будет как минимум очень-очень медленно. Поэтому мы в соседней директории создаем директорию mox. Почему я об этом чуть позже скажу. И создаем собственно test double либо mox для этого сервиса, для этой функции. с каким-то заранее предусмотренным результатом. И тем не менее о вопросе как нам протестировать факт того, что компонент отрендерится с картинками и картинки будут загружены. Собственно вот так выглядит наш тест. что здесь происходит. Мы с помощью метода shell сначала мы мокаем сервис. Дальше внутри теста мы с помощью shell метода мы создаем обертку над результатом рендера нашей компоненты галлеры. Shell это метод одной из утилитарных функций enzyme которая позволяет нам симулировать рендер компонент. Дальше получим то есть в конечном итоге мы получаем обертку над этим компонентом. Первый наивный способ решения данной проблемы со синхронной подгрузкой это мы обращаемся к экземпляру нашей компоненты и выполняем component did mount еще раз предполагаю что component did mount возвращает promise после этого мы обновляем нашу компонент опять-таки update update метод это тоже метод enzyme который идентичен по сути рендеру компоненты и проверяем то что наша картинка у нас существует в разметке и что она только одна например какая проблема здесь есть первая проблема то что мы напрямую обращаемся к экземпляру нашей компоненты и вызываем метод component did mount который вызывается непосредственно реактом во время его нормального лайфсайкла во время маунта и плюс мы вызываем его уже второй раз первый вариант избежать эту проблему это поместить все дальнейшие проверки вызова кода в сайт для того чтобы после того как по сути что делается таймаут без дефолтного таймаута он откладывает выполнение кода который помещен в коллбек на тот момент времени когда в очереди уже не будет очереди выполнения коллбека и после того как у нас все картинки загрузятся как промис зарезовывается как выполнится последний коллбек выполнится тело функции которые мы поместили в сеттаймаут второй способ мы можем написать функцию такую хелпер функцию флаж промисес которая сделает то же самое что я делала предыдущая функция за исключением того что мы не будем вынуждены помещать тело дальнейшего кода теста в коллбек мы просто мы лишь скажем что после того как компонента отрисовалась точнее после того как мы инициализировали обертку над компонентой мы должны зарезовывать все промисы флаж промисес вот функция супер простая под капотом она используется это миди это нам дает гарантию того что эта функция выполняться сразу же после того как зарезовывается последний коллбек что стоит сказать еще вы обратили внимание на то что во всех примерах мы после резолва промисова делаем вызываем апдейт метод это особенность shallow рендеринга в энзиме и на собственно страничке энзима на гитхабе есть issue о том что когда у нас происходят какие-то изменения стейтов например стейта компоненты и эти изменения были вызваны не средствами энзима то компоненты не перерендериваются один из ответов как раз говорит о том что это собственно так реализована работа функции shallow и даже внутри самого энзима в их source коде там в конце в самом конце используется метод апдейт для того чтобы перерисовать компоненту поэтому в таких ситуациях нужно быть внимательным и если у нас не будет если у нас компонента не будет перерисована то в таких случаях нам потенциально нужно перерисовать самим таймеры с таймерами очень похожая ситуация на самом деле потому что но все даже проще потому что жест он уже предусматривает возможность оборачивания так скажем и подмены таймеров в нашем коде и подобных вещей используя use fake timers функцию и в таком случае все что нам нужно будет сделать это после того как объявить или создать обертку мы лишь говорим что пускай уже все таймеры отработают пускай все таймеры пройдут и все дальше следующий момент это high order компоненты что такое high order компоненты по своей сути идея очень простая то что это функция которая принимает на вход компоненту и отдают другую компоненту на выходе чистая функция должно было быть все просто но у нас есть компонента user profile она не делает ничего кроме того что она отображает аватарку пользователя и username и эта компонента у нас подключена к стору и стора она собственно получает юзера которым мы заинтересованы как мы могли бы подойти к вопросу тестирования этой компоненты когда мы здесь заимпортим юзер профайл в нашем тесте мы должны иметь ввиду что юзер профайл это будет не что иное как обертка вокруг нашего оригинального юзер профайла и эта обертка должна предусматривать возможность того что у нас факт того что у нас в стейте будет пользователь и этот пользователь будет предоставлен нашей оригинальной компоненте чтобы протестировать это мы должны еще создать сконфигурировать замоканный стор с помощью редакт смокс стор затем внутри мы мокаем состояние стор изначально потом рендерим нашу компоненту пробрасываем внутрь стор но интересный момент в конце мы используем метод dive enzyme что означает dive означает то что возьми эту компоненту и опустись на один уровень ниже в дереве которое мы отрендерили и оберни ту компоненту грубо говоря которую ты найдешь то есть в нашем случае это будет обертка user profile если мы сделаем dive то мы как раз попадем уже не на обертку а на непосредственно компонент который мы обернули второй способ это предложенный многими девелоперами в комьюнити заключается в следующем мы используем некую функцию shallow unit target shallow until target прошу прощения что это значит реализация практически та же самая то есть у нас точно так же замок на историю у нас точно так же мы хотим получить обертку но shallow unit target это обертка вокруг shallow функции которая нам позволит достать из так скажем дерева компонентов которые мы рендерим ту компоненту в которой мы заинтересованы заинтересованы мы в user profile в оригинальной компоненте но тем не менее по поводу этого подхода это даже опять-таки создано еще в репозитории энзайма и ходят активные дискуссии по поводу того чтобы все-таки включить такую возможность в будущей версии энзайма в других библиотеках уже нечто подобное есть предусмотрено например дальше следующая проблема то есть например у нас не только компонента подключена к стору у нас еще она обернута в роутинг роутер и здесь мы видим что у нас наш тест уже гораздо усложняется тем что мы должны симулировать поведение как провайдера так и роутера в данном случае используется редакт роутер вот и только потом мы ложим нашу компонент внутрь и тестируем поведение какой тут момент есть интересный мы получаем нашу обертку уже не с помощью метода шелла а с помощью метода mount того же энзайма в чем разница разница в том что шелла он позволяет нам поверхностно рендерить компоненты и он предотвращает рендеринг всех дочерних компонентов которые у нас есть внутри таким образом мы можем убедиться в том что мы действительно тестируем компонент как юнит в то же время mount он рендерит как саму компоненту которую мы передаем ему внутрь так и все дерево компонент которые входят в нашу целевую компоненту включая все life cycle ивенты включая все сайд эффекты которые могут быть в тех компонентах и тут надо быть очень внимательным кроме того потому что mount он использует js-дом в отличие от shallow js-дом это javascript имплементация дома и она позволяет нам эмулировать дом в контексте node.js и более подробно mount я упомяну чуть позже и следовательно проще всего по моему субъективному мнению сделать следующее в той же самой нашей компоненте мы экспортим не только подключенную компоненту а еще экспортим непосредственно нашу компоненту напрямую и в тесте мы используем так называемый named import и очень просто рендерим нашу компоненту и передаем в нее напрямую уже те зависимости которые нужны в данном случае это юзер пользователь таким образом мы тестируем не связь между компонентами а саму компоненту непосредственно следующий момент функции как chart components конвечерные компоненты в чем тут нюансы например у нас есть компонент который динамически пересчитывает ширину и зависимости и как только ширина поменялась она в рендере вызывает children то есть какой-то child и передает в него новое значение ширины например как мы можем использовать например у нас есть responsive panel компонента которую которую что мы передаем мы рендерим мы оборачиваем собственно панель рендер панели в window width и таким образом рендер панель она принимает ширину и определяет если ширина больше допустима то мы рендерим компоненту либо нет как проще всего подойти к тестированию такого рода компонентов на самом деле очень просто то есть мы в тесте первым делом первым before each мы смотрим мы обращаемся к responsive panel компоненте непосредственно и рендерим ее получаем обертку дальше в конкретном кейсе здесь мы проверяем в следующем before each точнее мы говорим что давай отрендерим то что у нас находится в инстансе вышеупомянутые компоненты и получим по сути получим компоненту которую возвращает render panel метод он возвращает это по сути компонента поэтому мы можем точно так же ее отрендерить с помощью shell получить обертку и в конце в тесте has title мы и сможем проверить что действительно панелька которая отрендерилась содержит title следующая snapshot testing чем хорош жест еще тем что они заинтродюсили такую концепцию как тестирование с помощью снайпшотов это по сути своей возможность возможность сохранения состояния от рендеренной компоненты и затем проверки этого состояния например у нас есть простая компонента кнопка и все что она рендерит это она рендерит кнопку в которой есть иконка search например и какой-то текст и под эту кнопку у нас есть два теста первое это говорит просто что она корректно рендерится и здесь мы как раз делаем следующее мы ее рендерим с помощью shell как и раньше затем мы проверяем затем мы с помощью утилиты enzyme2json создаем на основе компонента который мы отрендерили снайпшот и проверяем что этот снайпшот соответствует тому снайпшоту который был раньше сохранен вот второй тест просто рендерит кнопку и проверяет что внутри в этой кнопке у нас есть нечто с классом search но это существует но когда мы запустим этот тест первый раз то мы увидим что два теста прошло и в конечном итоге после всего прочего джест создаст в соседней в текущей директории с текущим тестом он создаст директорию снайпшот в которое положит непосредственно наш снайпшот и снайпшот как мы видим это текстовый файл с довольно-таки human readable как говорится и очень близок к тому что мы получим при рендеринге компоненты дальше предположим мы поменяли случайно или нет положение иконки теперь иконка рендерится не перед текстом а уже после текста после того как тесты отработать мы видим следующую картину один из них прошел другой нет упал тест который проверяет что компонента корректно рендерится и что он говорит он говорит что полученное значение не соответствует тому снайпшоту который был и в данном случае он даже нам показывает difference в котором мы видим что нечто добавилось нечто убралось и у нас есть возможность у нас есть два варианта первый вариант это мы смотрим непосредственно в ту компоненту которую мы тестировали и фиксим эту проблему либо если это изменение было сделано специально и мы получили просто реквест от дизайнера и это то что мы хотим мы нажимаем U в этом случае это если adjust в watch моде и в таком случае мы получим все тесты корректные тесты и увидим что один из снапшотов обновился и после этого если мы посмотрим в difference то мы увидим что снапшот в то же время обновился и важно упомянуть что снапшоты мы тоже коммитим в наш репозиторий вместе с нашим общим кодом какие плюсы это то что как мы только что увидели снапшоты помогают нам определить очень просто и быстро те моменты которые были случайно изменены и затронуты в разметке учитывая то что обычный тест это не смог поймать они довольно такие простые использования не требуют никакой неконфигурации моментально мы можем их использовать из-под коробки и в то же время снапшоты так же как и обычные тесты они позволяют увеличить код кабридж но тем не менее есть минусы первый минус это то что есть некий риск переиспользования снапшотов в силу того что они довольно таки простые в чем риск заключается в том что снапшоты они не гарантируют естественно корректность результатов тестирования они лишь нам позволяют показать те изменения то изменение состояния нашей разметки которое есть сейчас и которое было до того как мы изменили код и для кого-то это будет минус для кого-то нет но с помощью снапшота невозможно следовать DDD подходу потому что снапшот это как раз противоположная вещь мы сначала пишем код мы получаем какой-то результат и только после этого мы его записываем в снапшот мы его сохраняем из кейсов это были основные какие я нашел интересные и полезные собственно советы очень важно структурировать тесты таким образом чтобы они были читабельны во время выполнения если у нас есть например имидж гэлэри тесты которые компоненты которые мы видели раньше стоит разбить наши тесты и наш на определенные блоки которые нам смогут дать четкое понимание того что мы тестировали и каким результатом мы должны поведеть в этих тестах и если у нас какой-то из тестов не пройдет то нам будет очень просто понять почему именно тест не прошел и какой из тестов не прошел и что конкретно он тестировал важно чтобы каждый блок теста был независимым и изолированным как я говорил раньше почему потому что как минимум возможно мы захотим тот или иной тест исключить из общего света возможно наоборот на каком-то из них сфокусироваться и тестировать только его если например это будут зафейленные тесты либо какой-то следующий тест если мы работаем по TDD в то же время джесс нам предоставляет возможность в watch моде в том же определить какие файлы мы хотим тестировать может быть не все хотим может быть хотим только один определенный возможно мы хотим только определенные сами тест кейсы тестировать возвращаясь к shallow рендерингу почему вообще нам стоит использовать shallow в большинстве своем это единственное что нам нужно потому что мы тестируем компоненту как отдельный юнит и не более мы заинтересованы лишь в том что она вернет или что она получит как input и все потому что тесты опять таки должны быть изолированы и не зависеть либо зависеть минимально от любых воздействий и любых коммуникаций с внешним миром как уже раньше упоминал mount он использует JS DOM что очень сильно замедляет наш прогонку наших тестов кроме того мы должны во время mount мы должны беспокоиться о том чтобы все под дерево которое внутри наши компоненты оставалось неизменным в то же время например если мы должны протестировать определенную интеграцию с компонентами мы очень просто это делаем с помощью проверки props которые были переданы в ту или иную компоненту следующий тип помимо того что мы можем в каждом тесте создавать компоненту создавать какие-то дефолтные не только props и пробрасывать их нам достаточно просто тоже предоставить функцию которая создаст props добавит их к неким дефолтным пропортиям и дальше мы в самом тесте просто используем эту функцию создадим props в данном случае мы будем полагаться на дефолтные props добавим к ним images и передадим их компоненте альтернативно также можно сделать то же самое для полной обертки например здесь мы создаем функцию create wrapper которая принимает props которые мы будем инжектить в дополнение к дефолтным она определяет дефолтные props она создает обертку которую populated пропортиями и в конечном итоге возвращает объект к которому у нас есть доступ собственно который предоставляет доступ к props к обертке к инстансу если это необходимо и кроме того даже ряд селекторов которые нам позволяют сразу моментально найти тот или иной элемент в отрендере нам деревья и например мы можем это использовать следующим образом мы создаем обертку мы получаем оттуда селекторы мы берем картинки с помощью метода add мы получаем по сути это как доступ к элементу массива то есть мы получаем первую картинку которую в которой заинтересованы и симулируем на ней клик события и после этого проверяем что клик был что мы обработали этот клик дальше джест позволяет очень эффективно я упомянул раньше работать с моками и поэтому например у нас была ситуация когда мы загружали картинки асинхрон в компонент дидмонт но что если мы хотим не только проверить что картинки загружаются загружаются только одна картинка и все успешно мы хотим еще проверить что не загружается ни одной картинке загружается картинка загружается с ошибкой например и так далее и так далее в таком случае мы можем очень просто замокать наш сервис и как я упоминал раньше если мы обращаемся просто если мы просто мокаем сервис то джест ищет мок заранее предоставленный нами в директории мокс в противном случае мы можем создать функцию такую функцию фабрику которая вернет нам замоканный экземпляр этого сервиса в данном случае это будет лишь объект у которого есть смена в х имиджес и фэч имиджес это не что иное как функция с замоканной реализацией реализация это резолв пустого промеса с пустым массивом кроме того джест предоставляет возможность загружать импортить либо рекварить фактический модуль то есть в данном случае мы используем require actual который говорит нам что actual модуль это будет непосредственно тот модуль который тот настоящий модуль который написанный в продакшн коде вот и в данном случае мы можем например использовать весь модуль но замокать лишь одну функцию в фэч имиджес все остальные функции будут не замоканы будут оригинальны и можно сделать наоборот можно замокать целый мод целый сервис и потом если нам необходима какая-то из функций этого сервиса и мы не мы не нуждаемся в моке то мы можем использовать require actual уже постфактум и использовать эту функцию как есть в данном примере мы видим что мы сначала мокаем сервис и изначально мок дефолтный это вернуть промис с пустым массивом после этого первый тест он проверяет что мы должны отрендерить только одну картинку что мы делаем мы говорим что так как фэч имиджес это уже есть замоканная функция мы можем сказать пускай мок имплементейшн будет другая какая мы передаем эту мок имплементейшн и в данном случае это будет промис который возвращает коллекцию картинок во втором случае во втором тесте мы делаем приблизительно то же самое только мы используем мок rejected value это по сути шорткат для того что было написано выше за исключением лишь того будет возвращать промис который reject с той или иной ошибкой и таким образом в рамках одного теста мы можем мокать разного рода результаты функции которые мы импортим из тех или иных модулей вот следующий совет это мы в ситуациях когда нам недостаточно класс неймов либо айди либо прочих атрибутов атрибутов разметки нам необходимо очевидно и однозначно найти по какому-то локатору элемент в доме например в данном случае у нас разметки есть картинка и две строки вот картинка это юзер аватар и две строки и устров например класс нейм это flex flex and и все в принципе то что нам требуется по разметке и по стилям и для того чтобы различать чтобы не полагаться на порядок элементов тесте мы одна из хороших практик по крайней мере использование data test атрибута либо data hook либо data test id это в общем как кому удобно и по такому локатору мы можем очень просто потом найти элемент в разметке независимо от того где он находится и независимо от того как разметка была изменена что стоит отметить кроме всего прочего стоит отметить то что жест на текущий момент исключительно ранит все тесты в контексте node.js если по тем или иным причинам нам необходимо запустить юнит тесты которые говорили выше в контексте браузера все-таки возможно стоит посмотреть в сторону таких вещей как прочие тест премьерки вот в то же время например enzyme он не зависит от жеста его можно использовать абсолютно с любой библиотекой абсолютно прозрачно маленький бонус сегодня думаю очень быстро сейчас по нему пройдемся помимо юнитестов я упоминал еще UI тесты которые нам позволяют непосредственно найти баги в том как пользователь пользуется системой пользуется приложением и для этого у нас есть такая библиотека утилита как Puppetir вот это не что иное как лаконичный простой API для управления по сути хромом либо хромиумом с помощью дептулз протокола вот написан и майнтенится команда от хрома и почему стоит на него посмотреть хотя бы потому что он позволяет нам создавать скриншоты PDF и прочие вещи на наших страничках он позволяет очень эффективно сканировать наш Single Page и заранее создавать контент наподобие того что делает сервер сайт рендеринг очень с помощью своего очень простого API он позволяет легко и быстро эмулировать любые типы взаимодействия с элементами интерфейса будь то формы кнопки и так далее позволяет по сути он является целым environment который запускается и который полностью контролируется одним единым модулем это протектив кроме того позволяет во время выполнения тестов и во время коммуникашена с хромиумом позволяет сохранять информацию и о профайлинге сессии пользователя что очень полезно очень важно и кроме того позволяет тестировать кроме extensions что в случае с некими другими фреймворками и утилитами может быть достаточно сложно очень просто его включить и добавить то есть мы лишь устанавливаем паппетир он установит как свои собственные зависимости и прочее так и он установит хром самую последнюю версию хрома поэтому нам возможно даже не надо полагаться на то что на текущем машине будет или не будет хром он его установит в случае если нам не нужно устанавливать хром если у нас он уже есть мы можем лишь установить паппетир core и использовать тот инстанс хрома который у нас есть на текущей машине очень интегрируется с жестом добавляем зависимость жест паппетир которая позволяет нам более просто и более легко создать инстанс браузера в контексте жеста и с ним работать все что нам необходимо сделать это в конфигурацию жест файла добавить пресец жест паппетир это пример собственно запуска хэд браузера что стоит отметить то что паппетир по умолчанию запускает браузер в хэдлесс моде то есть это без UI клиента сугубо через API и что здесь здесь по сути мы первым делом запускаем браузер непосредственно получаем инстанс браузера дальше мы говорим создай новую страничку мы получаем экземпляр странички и мы говорим давай перейдем на тот или иной URL и делаем скриншот и просто говорим куда сохранить этот скриншот и закрываем браузер супер простой интерфейс используя такие возможности мы можем сделать нечто следующее например если мы хотим тестировать с помощью пабетир мы можем создать отдельный файлик в котором есть драйвер так называемый либо пейдж обжект в некоторых случаях можно это трактовать как пейдж обжект который получит себе это будет по сути функция которая вернет объект и она получит страницу и предоставит нам методы по навигации на определенный URL предоставит селекторы или экшены для тех или иных вещей например здесь getusername он использует eval метод пабетира который позволяет нам выполнить код выполнить по сути колбек который мы передаем вторым аргументом в контексте браузера то есть это уже будет не то есть код будет выполняться не в Node.js а в браузере непосредственно например open user profile позволит нам найти по определенному локатору элемент и символировать клик и прочие 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 вещи и использовать это в тесте будет достаточно просто все что нам надо будет сделать это опять-таки получить доступ к popeteer инстансу драйверу который мы так что объявили перед выполнением всех тестов мы получаем инстанс нового браузера также мы открываем новую страницу в этом браузере дальше перед каждым тестом мы создаем новый драйвер либо page object и по новой переходим на homepage так называем и дальше в тесте мы получаем с помощью драйвера username и проверяем что этот username соответствует тому который мы проверяем и в самом конце мы закрываем браузер это все то есть по своей сути не очень отличается от того что мы видели до этого лишь за исключением того что эти тесты у нас выполняются в браузере также кроме всего прочего позволяет как я уже сказал тестировать кроме экстеншены очень просто лишь запустив браузер мы можем сказать что проигнорируй все экстеншены не инициализируй ни одного но загрузи экстеншены которые мы тебе передадим если мы девелопим экстеншен то нет ничего проще чем протестировать его через пупетир кроме того команда предоставила вот такой вот репл так скажем плейграунд в котором мы можем поиграться с пупетиром в браузере даже на этом примере мы видим что пупетир можно поиграться с интерсептором запросов и в данном случае мы проверяем если запрос если тип ресурса картинка то скипнет запрос и в конечном итоге мы в резулте видим что у нас загрузилась страничка но ни одной картинки нет очень мощно очень удобно потому что это нам позволяет прям используя один единственный одну единственную утилитву мокать те или иные сервисы и что стоит помнить стоит помнить что мы должны тестировать лишь публичный API то что нам предоставляется как программистам не тестировать внутреннюю реализацию если нам необходима внутренняя реализация нам необходимо быть уверенным в том что эти вещи эти компоненты модули функции работают то лучше их выносить отдельно и тестировать отдельно как отдельные юниты также то что код намного проще для тестирования когда он сам по себе меньше и когда на него положено как можно меньше ответственности мы должны помнить о том что каждый раз когда мы создаем мог на какой либо сервис на какой либо компонент мы должны этот мог поддерживать и обновлять в то время совместно с кодом который мы мокаем и могут быть проблемы с тем что мог и фактический код могут отличаться об этом стоит помнить и также стоит помнить что по-хорошему создание и написание хороших тестов и не только юнит занимает время и тем не менее используя технологии и библиотеки которые доступны на текущий момент это можно делать намного эффективнее чем раньше и желаю так скажем всем нам чтобы мы писали чистый понятный и легко тестируемый код чтобы у нас как можно меньше было дефектов здесь я оставил некоторые ссылки на ресурсы которые мне показались интересными и готовы ответить на ваши вопросы а че есть пример тестирование компонентов где есть интернационализация то change мовы с интернационализацией там будет история приблизительно подобная тому как мы видели с роутером например одну секунду там я показывал high order компоненты здесь у нас будет нечто подобное с интернационализацией если мы используем например iNext вот то есть мы будем его трактовать как high order компоненту и тут нам стоит ответить себе на вопрос каким образом мы хотим подойти к тестированию мы хотим протестировать непосредственно компоненту как она есть как юнит либо компоненту которая себя ведет уже в контексте в данном случае high order компонента предоставляющего интернационализацию в данном